Всем привет! Сегодня 2 ноября и вы смотрите репортаж БИС-ТВ Cyber Security Summit Moscow. Коллеги с полу Alta Networks не побоялись пригласить нас на свое мероприятие, а вам слабо. И, собственно, мы посмотрим, какие темы здесь главные. А главные темы это защита с УТП, это плюсы и минусы Next Generation Firewall, разведку угроз и другие темы джентльменского набора и б-конференций. Но на дворе уже ноябрь и нас так и тянет подвести итоги года, поэтому мы решили поговорить о следующем. Совсем недавно компания Palo Alta Networks завершила финансовый год и отчиталась об успешном его окончании, показав прибыль больше, чем на четверть. В прессе утверждают, что это вызвано тем, что компании после эпидемии нашумевших вирусов бросились закупать средства защиты. И вот возникает вопрос, следствие ли это паники или наконец-то бизнес осознал необходимость и ценность информационной безопасности? Готовы ли компании вкладываться и развивать информационную безопасность теперь? Об этом из уст участников и организаторов конференции. Аппаратно, что-то изменилось. И мы не собираем клиентов, мы не собираем эмбулансы, как они говорят в английском. То есть, опасности и брыжки, и модерн-малвера, все эти вещи, действительно, дают, в целом, требования к цибер-секурии в мире. Это комбинация между тем более и более осознанным о новых платформах, новых технологиях, но, как и с тем более осознанным, что клиентов должны делать что-то. И они не защищены, как они были в прошлом. Один день, моя дочь пришла домой и спросила мне, «Эй, дядя, все говорят о Ванакрой». «Что это такое?» Я думаю, что, конечно, криптовалокеры влияют не только предприятия и общественные институты. Криптовалокеры влияют на всех. Так что, осознанность для цибер-секурии и модерн-малвера в целом. Когда вышел Ванакриптор, то мне звонили партнеры и заказчики все выходные. Это же было в пятницу вечера. И, реально, конечно, такой вал заказов я что-то не помню. Даже мне задавали такой вопрос, что нам делать, если мы до этого ничего не делали. Я бы даже сказал, что я благодарен создателям Ванакриптора. Ну, продажа – это понятно, но я благодарен, потому что моя боль всегда, что заказчик никогда не понимает, в чем же проблема. Почему? Потому что, реально, у хакеров всегда была задача после взлома оставаться как можно дольше незамеченным. Ванакриптор просто как лаком в свою бумажку высветил, что проблема существует, взломать можно. И он для этого зашифровал все. То есть показал, смотрите, я существую. А до этого, я думаю, что часть хакеров, скорее всего, недовольна. То есть ими занялись. Это вышло на уровень государства. И государство занялось. И теперь, реально, у нас есть различные проекты. Ну, не только в нашем государстве, конечно. Которые реально приведут к тому, что защищенность повысится. Исследователи уже успели окрестить 2017 год годом криптолокеров. Действительно, ведь каждые несколько месяцев эпидемия нового вируса сражала десятки крупных и сотни мелких компаний. И это только в России. Год назад рынок Рансом Варе оценивался в 1 миллиард долларов. Сколько денег крутится там сейчас, и подумать страшно. Но иногда даже страхи бледнеют перед реальностью. Мы уже достаточно давно переработали наши системы защиты для взаимодействия с внешними мирами. Ну, то есть это либо там пользовательский трафик, технологический трафик, почтовый трафик. Все это проходит через систему фильтрации, через песочницы, на которых все больше успешно оседает. Батребит прилетал, осел на наших почтовых фильтрах. Заметил ли ты, что на волне очередных кибератак в 2017 году стало гораздо проще разговаривать с бизнесом об информационной безопасности, обосновывать бюджет на какие-то средства защиты? Для нас это большой проблемой никогда не было. Всегда достаточно адекватные руководители были, и в бизнесе в том числе. Если же говорить о других банках, и тем более об организациях из других сфер экономических, то я думаю, что им действительно стало намного проще, потому что навряд ли руководитель какого-нибудь там турбопрокатного завода думал о том, что из-за вирусов его производство может встать однажды. Самое важное, что произошло, это немножечко изменение сознания и появление фокуса на проблемы информационной безопасности. То есть люди начали этим интересоваться, и те же самые процедуры обучения они с большим энтузиазмом проходят. У них же есть там домашние компьютеры, которые тоже могут перешифроваться. Есть там интернет-банки, есть карты, с которых можно украсть деньги. Если посмотреть на причины этих заражений, становится очевидно, что причиной здесь скорее является человеческий фактор. Тот же самый Илона Край эксплуатировал уязвимость, известную довольно давно, и ничего не мешало этого уязвимость. Во многих компаниях, которые относятся к сегменту SMB, там нет особенного отдела, обычно этот вопрос отдается под ответственность IT отдела. Наверное, не совсем правильно, потому что все-таки у IT отдела другие задачи, не на то учились, но тем не менее. Российская действительность есть, которую вы описали. Вот тебе никаких денег решать задачи, он тоже имеет место быть, но в силу тех или определенных финансовых трудностей. Всегда есть больной момент во внедрении тех или иных средств в процессе согласования бюджета. Скажем так, ранее для финансового руководства все эти угрозы были эфемерными. После того, как регулярно стали появляться материалы в прессе, после того, как руководство смогло вживую увидеть, удостовериться в том, что потери от этого реальны, в том, что их бизнес может пострадать, безусловно, процесс согласования стал гораздо проще. Мы сегодня успели пообщаться практически со всеми партнерами мероприятия, а их, между прочим, целая дюжина. И вот что они говорят. Та часть компании, которая не занималась информационной безопасностью, так и продолжает ей не заниматься. И даже реанимация после криптолокеров, ну, никак не изменила их отношение с информационной безопасностью. Для них она по-прежнему пустой звук. Ну что ж, горбатого могила исправит. Но, безусловно, эпидемии криптолокеров встряхнули рынок, и вот эти страшные события 2017 года для некоторых компаний открыли глаза на истинную ценность информационной безопасности. Бизнес в этих компаниях не только хочет знать о будущих угрозах и уметь защищаться от них, но и даже готов вкладывать в это деньги. Безопасники в таких компаниях буквально счастливчики. Ну и в целом то, что о компьютерных угрозах стали писать не только в отраслевой прессе, но и говорить буквально из каждого утюга повысила осведомленность пользователей. А значит, на капельку, возможно, сделала нас менее уязвимыми к социальной инженерии. 2017 год стал рекордным годом по количеству реальных инцидентов. Всю красоту кибератак на себе ощутили компании не второго и не третьего ряда. Для многих это стало тревожным звонком и поводом одуматься и оценить, во сколько может обойтись отсутствие информационной безопасности. Да, для многих, но, к сожалению, не для всех. Но по итогам 2017 года отрасль реально может поблагодарить создателей зловредов за повышение всеобщего уровня обеспокоенностью проблемами информационной безопасности, да и за новых клиентов просто-напросто. Но за уничтоженные криптолокерами фотографии любимых котиков за это не прости. Ну а мы завершаем наш репортаж с Cyber Security Summit 2017 и благодарим коллег из полу Alta Networks за приглашение. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нам будет очень приятно. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...